15 минут третьего все разгрузились все отметили у нас час 15 на то чтобы попасть на загрузку зарегистрироваться ехать 30 километров успеем можно было бы не успеть можно было тут дурака провалять еще час и все сказать извините не успеваю спокойно поехать домой переночевать и завтра поехать на загрузку как-то вот не могу врать поэтому едем а сейчас направо на независимость и пошли из города туда в сторону жодина борисова где края и Продолжение следует... 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 так здесь нам направо с малевича 1 километр и 37 нам до места будем нагрузить какую-то бумагу точно скажу а нам эту бумагу в рулонах бумага в рулонах 20 тонн и повезем мы это все дело на раменское как раз да нормально раменское там домодедово недалеко вот и смолевич ему у нас в этих населенных пунктах как в россии плюс 20 нету и вообще у нас плюс 20 нет то есть как то плюс 20 не наказуем у нас плюс 10 до плюс 10 и все 11 превышение все через пятьсот метров плавный нарисовано выключил так нам нужна территория завода дор электромашка на следующем повороте поверните на следующем выезжать мы потом здесь нибудь через жодина со смолевич напрямую выйти на и мантин и все у меня здесь смолевич и дядя покойный жил мамин брат двоюродный сюда за грибами постоянно есть приедешь к нему есть взять валер по своим местам повез без него поедем нифига не на собираем с ним поедем грибов моря вроде в одни и те же места едем получается так с ним приезжаешь полные ведра а без него и ничего железка на минс направо москва налево так но мы примерно приехали но это мы тут приехали на эту улицу торговая дур электромаш где-то он тут чуть чуть подальше конечный через 800 метров торговая 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 вот ямки у нас тоже в белоруссии с вальт вместе с этим снег вернее вместе с асфальтом сошел потому что это вот нет нет мне еще рисую бур электромаш еще один километр вы прибудете конечный бур через 100 метров и конечного нет хорошо молодцы вы нашли центральная центр улицы молодцы наверное занят вонная там на горке походу набор получается бур электромаш и правой стороны маша помощи Хорошо, Дор-Электромаш. А въезд где? Белдор-Техника. Так, Вольт. И еще дальше. Вот, Дор-Электромаш. С правой стороны. Извините, ребятки, но мне направо надо. Сзади маленькие там. Мне вот сюда, направо на погрузку. Маленькая, сзади. Не могу назад сдать. Пролетел. Не знаю. Наверное, сейчас машину поставим. Пойдем, сходим. Что тут скажут. В принципе тут. А здесь, наверное, надо вот здесь вот сейчас. Короче, я сейчас сюда вот на обочину прижмусь и пойду схожу туда вот. Зали заезжать. Никакого пропуска-то и не надо особо. До упора, налево, опять до упора. Проходится господа. Ничего не отмечать не надо, ничего. Ну, коль так-то хорошо. Значит, загрузимся. Да не буду я пристегиваться уже. Надеюсь, главное, чтобы там это. 800 машин не было. Уже все должны погрузиться. До упора. Налево тоже до упора. И где-то там. Елену Петровну надо будет нам найти. У есть Елена Петровна. Ой, 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 ой. До упора, опять до упора, ну, ой. Ё-моё, какие тут скани древненькие стоят. А где тут грузят? Может быть, вон там он, наверное. Вы только посмотрите на эти шедевры. В общем, пойду я узнавать. Три штуки стоит огонь. Какие? Они меня старше, однозначно. Что тут у нас? Тон 19, наверное, будет, получается. Я прикидываю. О, что-то полезло вверх. Не, двадцатка. Двадцатка, двадцатка, если не больше. Полную машину напихали. Все, закрываемся. Идем за документами. Где мои перчатки? А, болоток еще надо спрятать. А то там болото было. Доски уже эти. АДРовские. Поржавели. Не поржавели, а уже там укорили. Давно не ставили. Так не хотела выдвигаться. Пришлось помочь. Ну, как-то все совсем по фэншюлю. На следующем повороте поверните направо. Даже опять больно становится. Десять минут шестого. Все, мы выезжаем. Выезжаем. Едет кто-то, да. Короче, нагрузили нам девятнадцать четыреста. На следующем повороте поверните направо. Вот. Этой бумаги. В общем, девятнадцать с половиной тонн. Везем мы ее в Раменское. Семьсот тридцать один километр. Ну, это... Наверное, через Москву. Через... Там, Скады, сто седьмые. Будет малость подальше. Мы завтра посмотрим, как мы поедем. Так, у меня вот... Так, куда нам выезжать? Там, вот сюда. Червень, Марина, Горка. Да, все правильно. Не торопитесь, девушка. Три километра, и мы на М1. Времени у нас осталось рабочего. Час сорок семь. Куда мы сегодня заедем? За час сорок семь. Я думаю, наверное, мы велосипед выдумывать не будем. За Борисовым есть заправка Белнефтехимовская. Там стоянка, площадка, бесплатно. Большая, освещенная. Чувал как-то там. Поедем туда. А что, куда там дальше? Я там дальше не знаю, где на будущее. До этого... До Толочина мы, наверное, не доедем. Там тоже Белнефтехимовская заправка. Где-то так, посреди леса. Ну, не очень хочется стоять. В Беларуси у нас сейчас уже тихо с этим, но все равно, чем черт не шутит. У меня один-единственный раз украли колесо в запаску с диском. И именно в Беларуси. Тут, тут, ну, запаска-то такая была, конечно, там. Подгулявшая. За колесо ничего. А вот за диски, я помню, полтос евросов сдернули. Загружено по крышу. Так, отдыхать тут и дорога ровная, но надо так это аккуратненько на поворотах резко не входить. Вот уже М1 видно. Хотя посмотрю, в принципе, оттуда мне еще час останется. Я, наверное, до Толочина все-таки сегодня доеду. Надо сейчас на М1 выйду, я вобью Толочин. Сколько километров? В час 45, это же, ну, сколько мы можем. Это еще? Ну, сотка. 120 километров по М1, в общем-то, мы можем пролететь. Так, Минск. Дом, милый, дома. Вы представляете? Вот издевается начальство. Вообще никакого. Вот так вот. Не сразу такие все белые, пушистые. А потом, вот, пожалуйста. Сок, а куда домой? Работать на сервисах. Вот так вот. Дома только ручкой помахали. Зашли и вышли. Как в этом фильме. Десоль, здрасьте, дядь Митя. До свидания, дядь Митя. Василий. Людка, здорово. Садись, поведай с нами, дядь Митя. Можно. Здрасьте, бабшур. До свидания, бабшур. Это в любовь и голуби. Как и мы. Здравствуйте, дядь Митя. До свидания, дядь Митя. Здравствуйте, домашняя. До свидания, домашняя. Кот так и не понял, что я домой приезжал. Он сначала был в шоке, потом залез на шкаф и отсюда не слазил. Пока я полтора часа дома был. Все, погнали. Так, Орши 168. Это Орши это... Не, я думаю, до толочина мы сегодня дойдем. Борисове, наверное, будет рада. Борисове мы станем еще час езды остается. Надо валить до толочины. Сегодня утром в эту сторону ехали теперь назад. А что делать? Кому счастливу. Как у нас Березина, да, тут все позаливало на окрестности. Здесь, кстати, капитальный ремонт. Походу, новое яйцо ложат. Ведя, новый мост строят. Походу, старый уже скажет, скоро готов. Все, уже на Березине. Лед, там был. Снег, а что это? И вот так вот этот заливчик еще. Видите, как бы вроде как подо льдом. Но самоубийцу уже не видно. Ты уже и не выйдешь на него. Снега вообще нет. Все, совсем. А вон косули ходят. Нифига не боятся. Не знаю, видно вам не было. Видно, не видно. Но три штуки топтались по полю. Дед Мазай и Зайцы. Ой, и ружье, господи Зайцы. Вот если бы через Борисов ехать, как вот по той дороге мы ехали. Вон он, там он, кстати, Борисов светится. Вдалеке. То вот здесь вот уже на М1 выползаешь, вот в этом месте. Ну то есть овчинка выделки не стоит. Через все Жутино, через весь Борисов, по городу. Ничего хорошего. Так, не, ну мы не поедем сейчас на эту Белнефтехипр, которая, я думал, он сейчас на том лесочке находится. Рано. Еще час десять есть. Еще надо проехать. Завтра меньше. Еще шести часов вечера нет. Становиться на стоянку в шесть вечера, потом чего в три часа ночи выезжать. Ну это совсем перебор. Уже, наверное, еще часик проедем. В семь встанем. И завтра в четыре. Стартанем. Еще часок проедем. Часок, это еще километров с восемьдесят пробежим. Четыреста сорок два. Я думаю, мы до того Белнефтехипа, за который, я думал, мы запросто до него дойдем в районе Толочина. Все, и там пришвартуемся. Это до него еще. Вот как раз где-то километров с восемьдесят. Не, я пошутил. Стоп, 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 что-то нет. Не, я вел вас в заблуждение. Подождите, стой. Нет, это не последний выезд с Борисовым. Последний выезд еще впереди. Простите, простите, болван, согласен. Нет, нет, это еще дальше. Извиняюсь. Вот он впереди. Вот это крайний выезд. С Бориса вот если мы по прямой пошли, то вот здесь мы вышли вот куда. Рэв побежал. Вот отсюда бы так вот можно было выползти. Там немножко попутал. Грамсы. Вот. Но все равно мы еще едем дальше. У нас сейчас 07 работы. Отсюда показывает. Пробежим еще чего-нибудь. Это стоянка продается или нет? Я раньше, сука, ездил, сюда висело объявление. Продается, продается, продается. Сначала сдам в аренду, потом продается. А вот эти ребятки походу открылись и, наверное, и закрылись. Тут никогда никого нет. Нет, так и висит. Вот он, смотрите, видите, продажа. Так и продолжает здесь висеть. Продажа комплекса. Так его никто до сих пор и не купил. Вот Белнефтехим думал вот за это. В принципе, этот комплекс тоже. Сейчас эти заправки построили. На них площадки есть бесплатные. Вот нас относительно тихо в Беларуси. То есть никто на эти платные стоянки-то особо не едет. Не, ну едут, ну мало. Тут-то вот заедет. Тут машина на 20, наверное, места есть. Вот площадка. Нормальная площадка здесь. Машин 20 запросто можно припарковать. Вот думал сюда. Ну и раз час еще есть, значит, едем дальше. О, желтенькая обгоняет. Я с ними на стоянке ставил машину в Минске. Рочки. Раньше, когда меня тут опускали, сейчас кричат, мест нет, мест нет, там все занято. Вот такими вот фирмачами. То есть не заехать. Сейчас приходится в другое место гонять. Кручу, кручу, педали кручу. С горы, горы, каптица. На крыльях лечу, да? Под гору, по-моему, чешет. Дядька. Все, поехали. Короче, где-нибудь, где-нибудь швартанемся однозначно. Продолжение следует... 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 Бескоштовная. Баркинг какой-то этот. Шлагбаум. Ну а паркинг платный. Ну и все, без проблем. Чего, поехали. Бесплатные тут есть. А, тут есть. А, паркинг 45 минут. Шесть, двести метров. В следующем повороте поверните направо. Ну все, поехали на платный станем. Чего? Так, как тут? Пойти только, наверное, надо спросить. У них узнать, что да как. 50 копеек час. Шесть рублей в сутки. Девять часов 4.50 заплатил. Я говорю, здесь 9.05 застаю. Не знаю. Ну если что, схожу еще час заплачу завтра. Зато остановимся спокойно. За заборчиком. Так, как тут лучше встать? В принципе, где хочешь, так и там остановить. Тут место разрисовано не мерит. Я туда так далеко поеду. Становись, вот достой. В общем, сегодняшний день такой продуктивный получился. Завтра тоже должен быть продуктивный. Завтра надо разгрузиться. И загнать ее там от дедого на сервис. Нам помыть. Короче, завтра тоже денек напряженный. На этом все. Закрываемся. Точки. Страна завершения. Беларусь. Будем шляфом. Спีц. Спа. Беларусь. Соответственно. Продолжение следует...